Здарова, дружище! Привет, братишка! В этом видосе мы будем маленьких бисюнов изучать. Итак, страйдеры. По сути дела не имба, но в умелых руках на топовых пушках жуткая имба. Я еще буду пробовать его на различных сборках для тебя, чтобы ты полностью посмотрел и оценил этого меха. Уже в комментах я замечал, некоторые писали, я что, зря продал страйдера? Меня, честно говоря, убили эти комменты. Конечно, зря. И вообще, если немножко есть хоть один прокачанный мех, не надо его продавать, потому что неизвестно, как будет складываться обстановка изменения диких балансов, ребалансов или что там еще сделают разработчики, и мехов продавать нельзя, тем более на незначительное количество серебра. Ну, мы с тобой возвращаемся к обзору, и здесь будем изучать страйдера и кумиха. Я ставлю себе боевую задачу в двух боях полностью отыграть весь бой на двух мехах всего лишь без титанов, без лечей, без ауджанов и без фантомов, да, то есть без имба-мехов. Отыгрывать будет непосредственно два маленьких бисюна, робота Даш, я их безумно обожаю. Еще с 2017 года страйдеры кумиха должны себя здесь проявить. Отлично. Будем крутиться, носиться, как у гориллы, по всем картам и проявлять чудеса маневрирования. Лео справа наплывает, да, так величаво, величаво наплывает. Батареек буду тратить много, но в этом заключается у меня отыгровка именно этих двух мехов. Пассивных слотов у них всего лишь по два, поэтому они уже изначально не могут быть имбами. Сопротивления урона у них нет, и они не умеют отсасывать ХП у противника через препятствия, да, то есть нюансов таких много достаточно. Но, что умеют Дашки прежде всего, да, вообще, все мехи Даш серии, они умеют стремительно передвигаться за счет своих рывков. У страйдера их пять. Перезарядка достаточно быстрая. У кумиха Даш рывков два. Перезарядка вообще очень быстрая. Ну, Булгасари Хаечи имеют по два Даш рывка, но перезаряжаются они уже значительное время, там нужно на них отыгрывать более аккуратно. Перезарядился, вышел, мощно накатил из того вооружения, что установлено, и тут же отходишь за препятствия вторым Даш рывком. Там немножко другой принцип. Вот, по ним, если захочешь, если я увижу в комментах, что тебе нравится видос, увижу, что ты хочешь еще видеть видосы по Дашкам, я тебе сделаю видео, чтобы ты мог посмотреть и оценить геймплей на Дашках, хотя они уже тоже являются мехами устаревшими. Я уже работаю в тылу противника, и каким-то чудом у меня еще Ласт Энд сохранился. Срочно текаем. Ласт Энд еще цел, но ненадолго, вот его уже нет. Использую 4 секунды Ласта для отхода. Так, попробуем ему попадаться сейчас. Забираю я Фантома. Чересчур увлекся парнишка. Так, докинули там, Инквизитор подлечился. Фенрир справа прет, да? Прет, не остановит. Накинем еще. Забрали Инквизитора. Счет достаточно стабильный. 6 минут до конца боя. Смертельная битва в карьер. 10-8 у нас счет. Фенрир так просто не спалить. Я вынужден отходить. Попробуем совместно с Аресом его слить. Так, не вижу, кто за препятствия зашел. Самое главное, беречь. Беречь Дашь рывки. Так, какое-то время работал щит. Спалили Ареса. Так, кого-то еще забрали. Не успел посмотреть кого, но не важно. ХП очень мало. Счет 12-9. И мы пока ведем, дружище, в этом бою. То есть уже половину боя я отыграл на страйдере. Очень эффективный мех. Подбор стал сейчас похуже после объединения платформ. И этим, честно говоря, многие могут воспользоваться, чтобы пока они жестко не стабилизировали разработчики подбор. Этим можно воспользоваться для фарма. Сделав себе скилловых мехов и набивая тем самым себе сейчас серебро. Обзор, где страйдер убил 15 мехов. Один, да? Один 15 мехов убил, ты можешь посмотреть. На канале уже есть. И он там заработал 750 тысяч серебра. Посмотрим, сколько в этом бою заработают 2 меха. Недолго жить осталось. Удается забрать мне все-таки сейчас. Вместе с союзниками чуть-чуть помогли. Так, у нас здесь с левого фланга обходит. Сейчас тоже будем забирать. Главное быстренько зыркать по сторонам. Не терять вообще нить обстановки. Больно, больно фальку накатываем. Но мало хп не могу. Я долго оставаться на векторе огня. Меня сожгут. Жить страйдеру осталось считанные секунды. Постараюсь я сейчас фальку все-таки забрать. Хочу забрать. Забираю фалькона. Уже не успею отойти на выходе меня. Кстати, хорошо. Очередью на упреждение. Какие-то 2 бравых парня с 29 региона российского играют. Так, кумиха выводим. Все обоймы по киду пошли. Минусуем кида. Достаточно много фенриров. Но я бы не сказал, что фенрир много круче, чем тот же самый фалькон, например. Я бы сказал даже, что фалькон в одинаковой прокачке уделает фенрира. Сколько раз проверяли. Достаточно главное фальку вплотную добежать до фенрира и в упор работать, игнорируя его энергощит. Сопротивление урона у фалькона больше, чем у фенрира. А скорость выше. Вот так мы подзадорим сейчас вражеского дракона. Еще раз подзадорим. Посмотрите, быстрая перезарядка. У кумишонка. Теперь нужно валить. На переходе по фазе проскочу, а дальше Дашка и уйду в тоннель. Теперь нужно подождать, когда он приземлится и добить. Но я уже буду работать с левого фланга. Он серьезно поврежден. Надеюсь, союзники добьют. То есть фигня война, дружище. Да, главное маневры. Так было всегда и так будет. Так, попробуем финтануть с левого фланга в тылу врага. Занесем свое свирепое копыто над этим драконом. Так, на выходе. С перехода по фазе сжигаю я его и ухожу. И ухожу. Да, теперь я точно ухожу. Здесь еще один дракон появился. Драконов стало много. Многие имеют дракончиков уже в ангаре. Три, четыре, а некоторые и пять. Так, а здесь что за беспредел? Забираем. Посмотри, как стремительно Дашкин носится по всей карте. Вот недобитый дракон прячется в тоннеле. Минус. Он даже уже не знал, что я уже в тылу у него. Также я думаю, что он и не знает, что я бежал уже всю карту два раза. По кругу. И иду в новый заход. Медик, проснись, брат. Мне лечение нужно. Ну, давай. Где там твой замечательный ремонт? Ай, красавчик какой. Так, пока у меня лечит, я накидываю... Свирепому толстенькому титану. Блин, еще один идет. Все, я сваливаю. А где медик? Все, медика нет. Когда его успели забрать у мани... А, нет, еще дерется. Но помочь я ему не могу. Да, собственно, и не буду. Пойдем немножко на дракона повыпендриваемся. Серьезно повреждаем. Так, нет, все-таки хочу забрать его, если успею. Рывочек. Нет, не успел. Назад. Не успел. Тогда выйдем сейчас... Когда он приземлится. Там еще минк нарисовался. Так, дракон минус. Еще один клиент. Но мы пока решили тактику поменять. Зайдем в тыл Артуру, поработаем. Попрощаемся, возможно, с ласт-эндом. Попрощались. 30 секунд до конца боя. Интересует стата в конце по серебру. Экономику изменили. Теперь дают по-другому начисление серебра. Будем в отдельном стриме это изучать. Итак, замес у меня финальный. На последних 10 секундах с вражеским блицем. Причем у него лучшая сборка именно против даш-роботов. Для них проблема плети. Он не может только вблизи, маневрируя, можно уходить от плетей. Избивая от наведения. Забирает кумиха в лица. И при этом сгорает сам. Итак, два меха отыграли весь бой. Давай посмотрим на стату. 578 тысяч серебра. 3 миллиона чистого урона взяли дашки. 12 мехов положили в этом бою. Были ребята, причем два дружбана с одного клана против. Давай теперь другой бой посмотрим в заброшенной базе во Вьетнаме в Вали. А по тому же принципу будем сейчас воевать двумя мехами. Страйдер и кумиха будут весь бой. Весь бой чудить на заброшенной базе. Так, вот момент. Можно забрать дракона. По крайней мере, попытаться. Думал я, стоит ли туда прорваться, но он вышел сам. Не знаю, зачем он это сделал. Ну, всей очередью я его складываю. Опасаюсь я. Там фура вражеская стоит. Не знаю, на чем вооружена. Если на тридентах, то мне капец. Вот в этом плане легче играть с планшета, потому что все-таки дальность просмотра, текстуры, глубину. Лучше на планшете. На телефоне вообще не видно вдалеке. Сборка за 350 метров, чем вооружена. А если видно, то плохо видно. Так, вот этого парня я сейчас шугану. И драпаю я отсюда, потому что пристрелялся, по мне, ракетными противниками. С вортексов по быстрым дашкам стрелять не особо эффективно. Они сами по себе имеют высокую скорость. Плюс еще даши рывки. Попасть достаточно проблематично. Наносится урон, но незначительный. Так, Лео совместно забираем. Попробуем вытащить свой хобот и осмотреться. Вот такие моменты на картах есть пробуксовки. Ошибка такой пробуксовки может стать, конечно, в меха. Попробуем сейчас удрать, потому что опасная мне ситуация. Я просто дико текая мимо всего этого кипиша, сохранив себе ласт стенд. Так, паука в центре, кстати, разобрали. 4-6. 7 минут до конца боя. Времени полно, поэтому не будем торопиться. Спалим пока инквизитора. Тем более, что он сейчас вышел из стелса. Способность потратил. Перезарядка у инка долгая. 6-6. Так, дракон, можно сейчас его забрать. Он сейчас по-любому приземлится где-то справа. Ошибется, потому что прошел точку невозврата. Так, в радиусе поражения крест-накрест его очередью пересекаем и обратно. Спокойно работаем методично, технично. Страйдер очень многих мехов разберет один на один. Очень многих. Не всех, конечно. Я имею в виду в одинаковой прокачке. Полностью в одинаковой. Он очень силен. Так, успел дракон взлететь. Но думаю, что он не проблема для моей команды. Сильно поврежден. Сейчас он там отлетает. Отплюхнется, его спалят. Поэтому можно провернуть что-нибудь дерзкое. Вот, например, леча спалить. Ждем, когда отработает способность леча. Потом сразу же его атакуем. Не спешим. Тем более легко определить. Он навелся на меня. Спокойно, раздиагональ отрабатываем. Вот с хаечи уже посложнее справляться. Есть энергощит. Так, целая куча врагов. Надо отсюда либо мне уходить, либо совершить нечто героическое. Например, уничтожить леча на плетях. Да, казалось бы, лечь на плетях. Проблема для меня. У меня есть 4,5 секунды ласт стенда. Отыгрываю от него. Забираю леча. И сразу валю отсюда к ядрине фене. Ну, по пути постреляем. Чтоб текать не просто так. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас кид. Тогда пока просто. Мы дропанем, чтобы немножко осмотреться. Можно в кида зафигачить всю обойму. Пусть немножко замерзнет. Лечить его все равно никто не будет. Счет 15-11. Половина боя у нас живет страйдер. Достаточно успешно. Так, еще один инквизитор. Вообще на меня не смотрит. Ну и не надо. Гидромет за препятствием на респе. И хаечи на вортексах. Я ими пока не занимался. Хороший момент атаки дракона. Надо помочь. Активно помогаем, уничтожаем. И вот сейчас, возможно, я не успею уже отойти. Или мне все-таки удалось? Удалось, хотя хпшки очень мало. Потерял я правый райм. Легкий слот. Мне сожгли. Так, ну не будем унывать. У нас еще есть кумиха. Который тоже будет здесь. Достаточно отлично тебя веселить, дружище. Так, хорошо. Накидали всю обойму глазер по киду. И думаю, сейчас еще аресико забираем. Есть. Спокойненько забираем, да? Нашего кида свалили. 22.15 и 3 минуты до конца боя. Еще туча времени, чтобы побегать на кумишонке. Мелькнула у меня мысль, чтобы спрятаться под щит лансу. Но я ее отмел. А вот сейчас по мне стрелял. Этого я помог забрать. Куда-то спешил Лич. И уже никуда он не спешит. Но сейчас хороший момент обойму, чтобы высадить всю в Минго. И на этом у меня страйдер, конечно, заканчивается. Подбор не ахти. С обеих сторон, да, присутствуют старые роботы. Очень много снова появилось гидр. Честно говоря, я в Лиге Чемпионов. Сто лет просто не видел. Такое количество гидрометов, вортексов. Даже паттерны на спиралях появляются. То есть вообще жесть. Две минуты до конца боя. Начинаем работать на кумиха. Так, а я все-таки добегался. Так, здесь кит. Его придется точить. Сразу так его не завалишь. Попробуем с левого фланга сейчас все это обойти. Прижали, прижали меня, друзья мои, союзники. Надо вырываться из этого кипиша. Посмотри, как опрометчиво работает мин к противнику. Вылетая просто под концентрированный обстрел всей команды нашей. Так не надо делать. Нужно приземляться. Найти укрытие. Работать альфа-орудиями. Да, то есть кучу ошибок допускает пилот. А мы используем его ошибки. И пройдем сейчас слева. И продолжим методично пилить титанов. Так, остался кит, который тоже просто пошел прямо. Просто пошел прямо. Прямо на всю мою команду. То есть он вот такой героический кит. Так тоже не надо делать. Так, а это что у нас? А это у нас Хадес. Помогаю забрать кита. Не знаю почему, но почему-то я его забрал. Килл отдали мне. А мы пока будем угорать над Хадесом. Так, думаю на этом все. Последний мех остался в красной команде. Это тоже Хадес. Так, видимо этот пилот любитель Хадесов. Мех, кстати, классный. На разных сборках. На Хадесе можно офигенно отыгрывать. Итак, дружище, давай посмотрим на стату. Что у нас в итоге получилось. Отыгровка на двух роботах весь бой. Второй бой. У меня много таких боев, но я решил выложить парочку. Этого достаточно. Мехов будем пробовать разных. И сборки будем пробовать разные. Итак, 2300, 588 тысяч серебра. 13 уничтоженных мехов в красной команде. А вот я так до конца не понимаю, стало серебра больше или стало серебра меньше. Для этого нужно посмотреть старые ролики годичной у меня давности. Там по стати можно будет понять. С тобой был Веркомандер. Тебе отличного настроения. Здоровья тебе и близким. Увидимся в новых стримах, обзорах. Подписывайся, нажимай колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные сюжеты. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...